Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. Кеси Рашид Тимрезов принял решение в ближайшее время передать подразделению «Пятнашка» автомобиль «УАЗ» и вещевое обмундирование. Где побывали еще гости и какие вопросы обсудили, расскажет Альбина Ламкова. В ходе беседы представители республиканской власти и члены легендарной интернациональной бригады «Пятнашка» во главе с ее командиром, героем ДНР Ахрой Авицба, обсудили совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи, а также вопросы помощи участникам специальной военной операции. Напомним, отряд добровольцев сформировался в 2014 году на Донбассе. Название «Пятнашка» произошло от изначальной численности бойцов. Их было 15 человек, сейчас гораздо больше. Спасибо, что посетили. Я уверен, что все эти острые моменты у нас пройдут. И более открыто, дружественно посетить регион. И уже с другой стороны, когда будет возможность отдохнуть, мы очень рады будем видеть вас. А накануне Ахра Авицба и бойцы подразделения «Пятнашка» встретились с депутатом Народного собрания республики, президентом Международного объединения Лошаром Усоек-Зековым. Там же прошла встреча со старейшинами абадинского народа и абхазскими добровольцами. Затем гости возложили цветы к памятнику воинам-добровольцам, сложившим голову за свободу и независимость Абхазии. И делегация направилась на следующую встречу в аул «Эльбурган». В каждом обращении к гостям выражали уважение и восхищение. Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» мужественными поступками и отважными решениями проявляют себя в бою, выполняя поставленные задачи. А полную ответственность за их решения несет командир Ахра Авицба. Его позывной «Абхаз» – он патриот России, умный и справедливый, отметили на мероприятии. За 9 лет усталости, скажу колоссальной, но одно, когда начинает внутри меня что-то брать вверх, как усталость или абхазская лень моя, я для себя внутри, своим внутренним голосом говорю, за отечество никогда не может человек устать. И второе дыхание открывается. Я знаю, почему я там нахожусь. И бойцы мои знают. На встрече рассказали, что на самом деле происходит в мире. Участники получили ответы на все интересующие вопросы, связанные со специальной военной операцией. Как обстоят дела на передовой. Меня братья с теплом встретили, поэтому огромное-огромное вам спасибо. И дай Бог, чтобы ваши надежды мы все оправдали. И чтобы мы приходили сюда с чувством выполненного долга и приезжали к родным с таким воодушевлением, к которым всегда мы уезжаем. Потому что то тепло, которое вы в прошлый раз привезли к нам в подразделения, предприниматели, которые отправили нам мед, малину, другие ребята, которые нам сыр отправляли, все это грело нам душу очень долгие-долгие дни. Адбину Ламкова, Фатима Хунова, Вести, Корчаева, Черкесия. В физкультурно-оздоровительном комплексе аула Учкулан идет укомплектация спортивным оборудованием. Красивое современное масштабное здание гармонично сочетается с чудесной природой Учкулана и совсем скоро станет замечательной площадкой для спортивных мероприятий, занятий баскетболом, волейболом, дзюдо, самбо, боксом и другими видами спорта. Общая площадь двухэтажного здания составляет порядка тысячи квадратных метров, а для удобства спортсменов и тренеров предусмотрены душевые, раздевалки, тренерские и другие административные помещения. Все работы планируется завершить до конца текущего года. Курорты, расположенные в Зеленчукском районе Карачаева-Черкесии, ежегодно посещают множество туристов. Безопасность передвижения их и жителей республики на дороге служит ключевой задачей сотрудников госавтоинспекции. Для этих целей организуют непрерывную работу в профилактике соблюдения правил дорожного движения. Альбина Ламкова продолжит тему. Путешествие всегда начинается и заканчивается этапом перевозки и служит одним из центральных мест в составе практически любого туристского продукта, являясь неотъемлемым этапом путешествий. Направление к Архизу на собственном автомобиле предполагает движение по живописным горным дорогам. Впервые к нам в Архиз приехали? Как вам наши дороги, наши сотрудники ГАИ? Здесь все нормально. Мы были на минеральных водах, решили, поскольку рядом, доехать до Архиза, посмотреть, что там как. Для того, чтобы путешествие оказалось приятным и безопасным, следует знать некоторые особенности вождения автомобиля на горных дорогах и серпантинах. Управляя транспортным средством в горных условиях, водитель должен всегда помнить о большой сложности движения и тяжелых последствиях, которым может привести малейшее нарушение правил дорожного движения. За их соблюдением организацию и регулирование дорожного движения возложены на госавтоинспекцию. В туристических районах, таких как Архиз, поселок Романтик, проводятся работы и в плане в каком раздаются листовки на тематику безопасности дорожного движения, связанные и с перевозками, и правил перевозки пассажиров, правил перевозки детей, правил дорожного движения в целом, правил проезда перекрестков и так далее. Анализ статистических данных ДТП показывает, что основная причина – это нарушение водителями правил дорожного движения. Только за последнее полугодие в Зеленчугском районе зафиксировано 223 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, есть и погибшие. Кто больше нарушает правила? Туристы или же жители нашей республики? Ну, тут, честно вам сказать, 50 на 50. И так бывает, и так бывает. От человека зависит. Не турист, он или он местный житель. Есть человек порядочный, который соблюдает правила дорожного движения. А есть те люди, которые не считают нужным их соблюдать. Вот с ними и приходится нам бороться. Пытаемся выявлять таких, пресекать их не нарушения. Стоит помнить простые правила дорожного движения, соблюдение которых помогут сохранить жизнь и здоровье. Обращаются сотрудники госавтоинспекции. К сожалению, есть те, кто садится за руль пьяным. Водителям следует знать, что от его действий зависит жизнь и здоровье окружающих участников дорожного движения. Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. И также садятся в состоянии какого-либо опьянения за руль. Это категорически запрещено нашим законодательством, законодательством Российской Федерации. К сожалению, не все водители правил этих придерживаются. Но наш отдел ГИБДД с такими нарушителями борется. Они есть. Мы стараемся искоренить это. Госавтоинспекция Зеленчукского района настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать правила. Быть бдительными и внимательными. Водитель, превышающий установленный предел скорости и игнорирующий дорожные знаки, должен осознавать угрозу, которую подобным поведением он несет. Так как автомобиль является источником повышенной опасности. Поэтому относиться к его управлению нужно крайне внимательно и ответственно. Стремительно растущая популярность горнолыжного курорта Архейз радует. Но есть беспокойство. Для того, чтобы отдых оставил положительные эмоции, необходимо соблюдать правила дорожного движения. Со своей стороны сотрудники госавтоинспекции проводят постоянный мониторинг дорожной ситуации в туристической зоне. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 18. Температура ночью 15-17, а днем 25-27 градусов тепла. С целью оздоровления и летнего отдыха по приглашению главы Карачаева-Черкесии Рашида Демрезова в республику приехали 150 школьников из Луганской Народной Республики. Все ребята были размещены в летнем лагере «Жемчужина Кавказа» в Тиберде. Подробнее у Раджан Кызов. В рамках соглашения между Карачаево-Черкесией и Старобельским районом ЛНР летним отдыхом охвачено сотни детей из новых регионов России. Руководством республики организован бесплатный транспорт и питание в пути. Отдых гостей также полностью обеспечен за счет средств региона. В летних лагерях, где проживают дети из Луганской Народной Республики, созданы необходимые условия для полноценного отдыха и досуга. Встретили нас замечательно на границе. Начальник образования нас встретил с пирогами, с чаем. Сфотографировались, детям мороженое раздали. Тут тоже встретили прекрасно. День проходит очень развлекательные программы, очень интересно. Ходили в походы в горы, удивительные пейзажи увидели. Дети просто в восторге. И мы тоже, как сопровождающие. Питание такое здоровительное, очень вкусное питание, выпечка домашняя. Нам очень нравится. В этот день гостей посетила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Министр вручила активно проявившим себя в лагерной смене ребятам грамоты и пригласила посетить нашу республику еще раз следующим летом. В их сердцах остаются самые яркие эмоции и впечатления от пребывания в нашей республике, от тех красот, которые они увидели во время экскурсии, от новых друзей. И мы ребят ждем в гости с их родителями не только в летний период, но и в зимний период. Будем рады видеть их снова у нас. Многим ребятам здесь очень понравилось. И они выражают желание даже продолжить обучение в средних профессиональных заведениях, чему мы тоже так же рады и ждем их, и на учебу в том числе. На протяжении всей смены в детском лагере проводятся различные спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Работает множество кружков различных направлений. Меня зовут Настя. Мне очень нравится этот лагерь, эта обстановка. Тут очень весело. Веселые вожатые, веселые ребята. Веселое развлечение, веселые экскурсии. Меня зовут Марина. Мне нравится лагерь из-за того, что мы ездим на экскурсии в Донбай. Еще потому что тут весело, веселые вожатые. Во время отдыха школьники побывали на экскурсиях, осмотрели достопримечательности нашей республики, отведали национальные блюда. Ребята нашли себе новых друзей. И отдохнувшие, набравшиеся новых сил смогут вернуться к себе домой. Сегодня в Карачаево-Черкесии стартовал автопробег, посвященный 80-летию освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Примечательно, что потомки победителей из разных регионов России отправились по маршруту на ставших легендарными 600-х «Мерседесах». Подробности в сюжете Артур Мхцы. На объездной трассе региональной столицы в одном месте припарковались автомобили из разных республик Северного Кавказа, а также из Москвы, Питера, Ростова, многих других российских городов. Это представители автоклубов, состоящих из 600-х «Мерседесов», решили отметить важный юбилей в отечественном календаре – 80-летие освобождения Кавказа от фашистов. Последний раз мы собирались в Москве, до этого собирались в Грозном, и были еще мероприятия, ну как бы поочередно. Но в Карачаево-Черкесии это происходит первый раз, а так собирались, можно сказать, практически во всех регионах. У нас маршрут автопробег будет происходить с Черкесска до Тиберды, Крор Тиберда. Там будем базироваться буквально на пару дней. Участники автопробега считают важным почтить память защитников перевала Кавказа, которые ценой жизни освобождали родную землю. В те годы бок о бок оборону держали представители разных народов. А теперь в Карачаево-Черкесии вместе встретились их потомки, которые, как выяснилось, дружат много лет и имеют общую страсть к автомобилям конкретной марки. Мы сюда приехали по приглашению. Вчера вечером приехали, ребята нас встретили, очень хорошо даже встретили. И, ну, километров 320 приехали. И мы тут видим всех своих друзей. Мы тут незнакомых уже не видим, потому что мы уже раньше встречались и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане. И поэтому тут, как бы, можно сказать, укрепление дружбы народов. Чтобы оказаться в Черкесске, многие из участников проехали по дорогам России тысячи километров. Из Черкеска колонна на легендарных автомобилях отправилась к музею защитникам перевала в Кавказе, чтобы отдать дань уважения героям прошлого, без которых не было бы такого настоящего. После чего представители многих российских регионов посетят и другие памятные места, связанные с освобождением Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Артур Махцера Солбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите торжественную церемонию открытия международного фестиваля «Славянский базар в Витебске». Хороших выходных. До встречи.